Всем привет, россиян. Это погода. В Москве пошел первый снег. Свидетелями явления накануне вечером стали жители восточных районов столицы. Значит ли это, что зима уже не за горами, спросим у метеоролога, кандидата географических наук Екатерина Григорова. Она присоединяется к нам в студии. Кать, доброе утро. Вопрос традиционный. Какие прогнозы? И действительно ли этот первый снег означает, что зима близко? Или как в прошлом году и как у Пушкина будет все-таки зимы ждала-ждала природа, а снег выпал только в январе? Хорошо, что сказали о прошлом 2015 годе. Тогда снег, первый снег пошел еще раньше, чем в этом году. А зимы действительно пришлось ждать очень долго. Так что подождем увидим. Ну а сейчас поговорим о том самом снеге, который накануне наблюдали жители Москвы и Подмосковья. Вот такие кадры наши мобильные репортеры сняли в восточном и северо-восточном административном районах Москвы. Это, конечно, еще не зимняя пурга, но уже точно не дождь. В соцсети моментально наводняли фотографии и видеозаписи первого снега в столице. И судя по комментариям, первому снегу москвичи искренне обрадовались. Снег не видно, но он был. Выразить в цифрах то небольшое количество снежинок, которые наблюдали авторы видео, довольно сложно. И это не показательно. Однако, как явление, снег зафиксировали сразу несколько метеостанций Подмосковья. Первый снег вчера вечером и сегодня ночью могли видеть жители Клина, Волоколамска, Нарфаминска. И кроме местных любоваться первыми снежинками могли пассажиры в аэропортах. Снег шел и во Внуково, и в Домодедово, и в Шереметьево. Небольшие осадки, которые были вероятны в течение прошедших дней, возможно, в ближайшие, связаны с малоподвижным атмосферным фронтом арктического циклона, который прошел гораздо восточнее центрального региона. Очертания фронта очень размыты. Облака лежат широкой полосой. Это хорошо видно на спутниковом снимке компании «Сканекс». Однако запасов влаги в этих облаках хватило на то, чтобы удивить Подмосковье первым снегом. Интересно, что одновременно центральный регион находится в зоне влияния антициклона. Поэтому погода спокойная и стабильно унылая. Посмотрим на интерактивную карту ветров. Здесь отображена циркуляция воздуха на высоте полутора километров. Вот очертания антициклона. Воздух пересмещается в нем по часовой стрелке. И вы видите, какой широкий поток арктического воздуха течет на европейскую часть России и Урал. Антициклон не намерен покидать занятую территорию. И, скорее всего, рассчитывать на скорое потепление не приходится. Однако, хочу отметить, что похолодание и снег в первую половину октября – это еще не зима. Напомню, что в прошлом году первый снег москвичи увидели уже 7 октября. При этом устойчивый снежный покров сформировался 23 ноября. В 2014 году снежинки появились 17 октября, а снег лег 6 декабря. В 2013-м первый снег пошел рано, еще в конце сентября. Но только к концу ноября установился снежный покров. Согласно многолетним наблюдениям, Сугровы в Москве ложатся после 20 дней устойчивого перехода средней температуры через ноль. В среднем это происходит 25 ноября – 1 декабря. Ну а вернемся к сегодняшней.